Здравствуйте, наши дорогие друзья! У микрофона Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня мы вместе с вами будем знакомиться с готовым комплектом для домашней звукозаписи Steinberg UR22C Recording Pack. Приступаем! Для контраста и сравнения в сегодняшнем обзоре примет участие ещё и комплект Focusrite Scarlett 2.2 Studio третьего поколения. Посмотрим, что у них есть общего, чем отличаются, какой можно будет назвать круче, ну и так далее. Для начала самый главный вопрос, сколько денег это хозяйство стоит? Отвечаю, на момент съемки стоимость этих комплектов практически одинаково, и это что-то в районе 21 тысячи рублей. В любом случае надо подчеркнуть, что набор это всегда выгодно, потому что цена на них максимально оптимизирована, то есть покупать всё по отдельности может быть дороже. Ну а хороши эти пакеты тем, что вам, имея какой-то один из них больше, не нужно ровным счётом ничего. Ну или почти ничего. Разумеется, компьютер или ноутбук у вас уже должны быть, и останется приобрести только микрофонную стойку и поп-фильтр. Не комплектуются подобные вещи этими аксессуарами. Стойка в коробку не помещается. Теперь, раз это комплекты, давайте посмотрим, из чего они состоят. Первое, аудиоинтерфейсы. Второе, микрофоны с держателями. Третье, наушники. И четвёртое, микрофонные XLR-XLR кабели. Давайте подробнее о первой позиции. Начнём с аудиоразрешения. У UR22C это 32192, у Scarlett 2.2 24192. Дальше. В обоих случаях это два микрофонно-линейных входа со своими регуляторами уровней, выход на наушники со своей ручкой громкости, естественно фантомное питание 48 вольт и балансные выходы. Стоит отметить, что у Scarlett 2.2 оба входа могут быть также и инструментальными, в то время как у UR22C он один. Поэтому, если стоит цель записывать две гитары одновременно, то склоняйтесь в сторону Focusrite. И ещё об отличиях. У UR22C можем видеть отдельную ручку управления балансом сигнал-компьютер. У Scarlett 2.2 это регулируется одной ручкой с общим выходом через нажатие кнопки Direct Monitor. Но вот по мне уже как-то стрёмно. Могли бы и воткнуть куда-то ещё одну деталь. Ну сверху, например. Теперь дальше. У Steinberg есть MIDI, а вот у Focusrite его нет. Можно ли говорить о том, что это плюс или минус? Не уверен, потому что сейчас по MIDI народ работает всё реже и реже. Поэтому не будем, наверное, считать это за достоинство. Ну и последнее, это питание. Scarlett 2.2 единственным способом через USB Type-C. UR22C также по USB плюс от 5-вольтового источника питания. Ну в каких-то случаях это может быть полезно, но если говорить о стационарном использовании карты дома, то это никак не фишка. А сейчас, друзья, давайте сделаем небольшую рекламную паузу и займём её весьма полезным ликбезом. Итак, учимся правильно подключать и отключать. Прежде чем это делать, вы должны убедиться, что все уровни громкости установлены на минимум. Подключили, добавили. При подключении гитар переключатель Hi-Z нажимаем только после подключения инструмента. А перед тем, как его отключить, не забываем убрать громкость, отжать кнопку, после чего извлечь джек. И последнее. При использовании конденсаторного микрофона кнопку фантомного питания нажимаем только после того, как подсоединили микрофон. Ну а перед отключением убираем громкость, выключаем питание и через пару секунд вытаскиваем свой XLR. Запомнили? Молодцы! Оборудование надо беречь. Поехали дальше. Теперь об основных цифрах, которые для нас являются важным моментом при выборе карты. Предусилители. У UR22C это ямаховские D-PRE, которые выдают до плюс 60 децибел усиления, у Scarlett 2.2 собственные Focusrite с усилением до плюс 56 децибел. Сказать, что Steinberg тут выигрывает? Ну, наверное, только в том случае, если вы используете динамические микрофоны. И вот тут эти лишние 4 децибела могут оказаться никак не лишними. А в случае с конденсаторными и тут, и тут мощей хватит с головой. Ну и второй волнующий всех момент, это выход на наушники. У серенькой он 15 плюс 15 милливатт на нагрузке 40 Ом, у красненькой аж 94 милливатт на 32 Омах. Оглохнуть можно. Кстати, должно быть понятно, что наушники, которыми комплектуются эти наборы, максимально заточены под характеристики карт, и громкость должна быть максимально оптимальной. В обоих случаях наушники закрытые, я послушал и те, и другие. Действительно, по громкости никаких вопросов не возникало. Ну а что касается качества звука и посадки на голову, то обе единицы достаточно лёгкие и удобные, что говорит о том, что уши не будут быстро уставать. У стенбергов амбушюры несколько помягче, и, соответственно, низкие частоты играют пообъёмнее, но зато звук у фокус-райтов мне показался более широким. Возможно, это из-за того, что играют они несколько мощнее первых. Но в целом звук и у одних, и у вторых больше похож на бытовой, нежели на студийный вариант. Ну понятно, что это не, к примеру, 770-е байеры, но если приучить к ним ухо, то работать вполне можно. Кстати, товарищи, упомянул я тут 770-е, как сразу вспомнил о том, что официальные дилеры трубят на весь белый свет, не торопитесь покупать DT770. К осени обещают выпустить в продажу модель много лучше и дешевле. Поэтому если кто-то мучается с дешёвыми бытовыми наушниками, пока копит денежку на 770, потерпите и помучаетесь ещё малость. Вдруг действительно новинка окажется крутой, да ещё и денег сэкономить получится. Так, с наушниками разобрались, на очереди, пожалуй, самый главный инструмент. У Steinberg он именуется ST-M01, у фокус-райта CM-25MK3. Оба кардиоидные, частотный диапазон у ST 20-22 тысяч герц, у CM-20-20 тысяч. Ну и достаточно, лучше один раз услышать, как говорится. Давайте попробуем парочку аккордов на гитаре, чтобы услышать, как эти микрофоны снимают струнные. А теперь давайте то же самое попробуем записать непосредственно в карту. Причём фокус-райт услышим в двух вариантах, в чистом и с понтовой функцией Air. Друзья, ну а теперь хотелось бы поговорить ещё и о программных начинках и дополнительном ПО, которые мы получаем прицепом при покупке этих комплектов. Итак, Steinberg UR-22C Recording Pack. Начну с того, что здесь есть свой DSP, который интегрируется с Cubase и другими станциями, и обеспечивает мониторинг без задержки со всеми имеющимися эффектами. Какие они тут есть? Это эффект реверберации Rev-X, гитарные усилители Guitar Amp Classic и Sweet Spot Morphing Channel Strip. Это очень простой и эффективный компрессор с сайдчейн и трёхполосным параметрическим эквалайзером. Подробно о том, как всё это работает и звучит, вы можете услышать в нашем видео, снятом отдельно на карту UR-22C. Ну а гитарные усилки давайте всё-таки послушаем здесь и сейчас. Субтитры делал DimaTorzok 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 Причём возможность примешивать к сигналу какие-то эффекты тоже есть. Так что если вы балуетесь онлайн караоке, то как минимум захолить себя вы сможете. Ну и наконец, какими прогами нас снабжает эта покупка. Кубейс АИ с аудио-эффект процессорами, инструментальной рабочей станции Halion Sonic SE и инструментом для сведения Mix Console. Дальше Cubasis LE с микшером с эффект процессорами студийного класса и Microsonic виртуальным инструментом с 25 звуками, виртуальной клавиатурой, редактором сэмплов и клавишным редактором. Плюс к этому вы становитесь обладателем софта WaveLab LE с функциями обработки и различными плагинами. Теперь о начинке Focusrite Scarlett 2.2 Studio 3-го поколения. Это Avid Pro Tools First Focusrite Creative Pack. Сотни виртуальных инструментальных звуков, 500 мегабайт лупов и эффектов. Ableton Live Lite, программное обеспечение для создания музыки. 3-month Splite Sound Subscription. Это доступ к миллионам высококачественных бесплатных ваншотов, лупов и пресетов с каждодневным релизом. XLN Audio Addictive Case. Это выбор одного из четырёх виртуальных клавишных инструментов. SoftTube Time и Tone Bundle. Три мирового класса SoftTube плагинов, реверберация, дилей и дисторшн. Плюс простой в использовании мастеринг инструмент. Focusrite Red Plugin Suite, который с точностью моделирует классический Red 2 Equalizer и Red 3 компрессор. И, наконец, Focusrite Plugin Collective. Это доступ к различному софту, к новым бесплатным загрузкам каждые два месяца и всевозможные скидки на платные продукты. Вот сейчас хочется вернуться к началу своего спитча и повторить. Действительно, покупая эти комплекты, для работы вам больше ничего не нужно. Ну вот вроде бы и всё, о чём я должен был вам рассказать. Осталось, пожалуй, только дать вам услышать, как ведут себя эти микрофоны на вокале. Слушайте, друзья, и делитесь своими впечатлениями. А я с вами прощаюсь, до новой встречи и спасибо, что вы с нами. Давай останемся детьми, пускай любовь хранит наш дом. Давай придумаем свой мир и убежим туда вдвоём. Твоя любовь, как первый снег, укроет наш волшебный сад. Едва коснусь твоих волос и прошепчу о том, что время невластно. Будет вечность гореть огнём. Я знаю всё не напрасно, пока мы будем с тобой вдвоём. Субтитры создавал DimaTorzok Ничего, завтра придёт логопед в студию, всё поправит. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok